Неделя спорта Казанский федеральный университет в данном виде спорта на республиканском этапе расскажет Дарья Митина. 20 февраля в КСК КФУ «Уник» состоялся внутривузовский этап чемпионата АССК России по шахматам среди мужчин. В финальную часть пробилось 14 участников. В одной из самых интеллектуальных игр приняли участие все желающие студенты Казанского федерального университета. В чемпионате могли попробовать свои силы как мастера спорта, любители, так даже и новички. Поэтому у каждого была возможность проявить свои навыки и мастерства. Я ожидал, что будет очень интересный турнир. Записалось достаточно много сильных игроков. Поэтому ожидалась очень упорная борьба. Чемпионат проходил в 7 туров по швейцарской системе с классическим счетчиком времени. Чем больше у игрока очков, тем ближе он к победе. А на кону стоял выход на региональный этап. Студенты рады, что Казанский федеральный университет предоставляет такой случай. И каждый может принять участие. Здесь сильнейшие шахматисты КФУ. И очень интересно с ними играть, соревноваться. Почаще бы так. Желание пройти сначала на региональный, а затем попасть на всероссийский этап, разожгло у участников спортивный интерес и непреодолимый азарт. Игра проходила напряженно, но не менее интересно. Было заметно, что каждый участник чемпионата нервничал, но сохранял стойкость духа и твердость ума. По итогу турнира первое место почетно занял Алмаз Куликов. Из семи игр он одержал победу абсолютно во всех, тем самым обогнав своих противников. Второе место забрал Рузадзе Малиев со отношением семь игр к шести очкам. Третье место досталось Кириллу Акифьеву, которая завоевала семи игр пять побед. А четвертое место получил Евгений Петухов со счетом семь игр и четыре выигрыша. Все они будут представлять Казанский федеральный университет на региональном этапе. Дарья Митина, Илюза Галиева, Алиса Дубовик, Неделя спорта. 24 февраля в спортивном зале «Уникс» состоялся очередной этап спортакиады студентов среди высших учебных заведений Республики Татарстан. Сильнейших выявляли теперь в таком виде спорта, как фитнес-аэробика, где Казанский федеральный университет еще до начала чемпионата являлся фаворитом. Так ли было на самом деле и что еще было интересного в рамках этого чемпионата, расскажет Анастасия Галякова. 24 февраля в культурно-спортивном комплексе КФУ «Уникс» было проведено соревнование по фитнес-аэробике среди студентов высших учебных заведений Республики Татарстан. Для кого-то из участников это первое состязание, но для всех это возможность получить проходной билет в следующий этап – отборочный тур на чемпионат России в Москве. В спортакиаде принимали участие 8 вузов. Особым профессионализмом отличились такие институты, как Казанский федеральный университет, Поволжская академия спорта и туризма и Казанский государственный медицинский университет. Высшие учебные заведения выдвинули 33 команды. Ярче всего себя представляли коллективы Казанского федерального университета. Каждый раз, когда они выходили на паркет, зрители приветствовали их бурными овациями. Команда нашего университета занимает всегда первые места. Мы уже на протяжении многих лет. Наши девчонки стали призерами чемпионата мира по запросу в году. Особенно впечатлила команда «Айланд», выступившая в номинации «Аэробика», и так понравившаяся судьям и зрителям. Жюри единогласно присудили ей первое место, выставив самые высокие баллы. Коллектив продемонстрировал сложную хореографию, синхронность движений, оригинальность и творческий подход. Таким образом, в четырех номинациях из пяти победу присудили Казанскому федеральному университету. А именно коллективам «Айланд», «Жасмин», «Р-116 Тим» и «Брейв Солл Круп». А в номинации «Хип-хоп» большая группа лидировал коллектив «Релакс» Казанского государственного энергетического университета. Спортсмены отличились высоким уровнем исполнения хип-хопа. На самом деле, каждое выступление, даже если это не дебют, это взрыв эмоций и постоянно волнение, это сплочение. Когда вы после выступления просто собираетесь вместе, обнимаетесь, кричите, это очень классно. Помимо федерального университета на паркете блистали представители Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. В трех номинациях спортсмены заняли второе место. По мнению некоторых жюри, академики ни в чем не уступали федералам, однако большинство все же отдали свое предпочтение командам КФУ. Уровень их подготовки и сложность хореографии оказались чуть выше. Призерам вручались дипломы и медали, а победители удостаивались кубка и возможности показать себя на отборочном туре на чемпионат России в Москве. Анастасия Галякова, Полина Сиротина, «Неделя спорта». Теперь отправляемся в Горкинско-Медиорский лес, где состоялись соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. В этом году трасса для участников оказалась слишком непредсказуемой, многие путались в считанные секунды и теряли драгоценное время. Кто быстрее всего сориентировался на местности и пришел первым, расскажет София Евдокимова. Карта, ориентация на местности, отличная физическая форма и, несмотря на прохладную погоду, быть в хорошем настроении – все, что нужно участникам спортивного ориентирования. 24 февраля на территории Горкинско-Медиорского леса состоялся этап чемпионата и первенства города Казани по спортивному ориентированию на лыжах. Участники всех возрастов соревновались в дисциплине спринт. Всего принимали участие более сотни ориентировщиков. Им предстояло на скорость пройти в трассу в поисках контрольных точек. Получил карту, отметился на старте и вперед на дистанцию. Успех в интеллектуальном виде спорта зависит не только от быстроты передвижения на маркированной трассе, но и от работы головы. Имея лишь карту, спортсменам нужно выбрать оптимальный вариант, по которым им будет легче пройти и быть быстрее других. Передвигали спортсмены классическим бегом на лыжах. Они проходили контрольные пункты, двигаясь по извилистым и непредсказуемым трассам. В тот момент они были не одни. Их поддерживали болельщики, которые аплодировали каждому, кто доходил до финишной прямой. Сложность данного вида спорта в том, что пропустив всего один чекпоинт, можно забыть о пьедестале и звании лучшего и сильнейшего спортсмена. Если опытные ориентировщики смогли сразу определить, куда бежать и где искать спрятанные контрольные пункты, то начинающим спортсменам пришлось покружить по местности, но, к счастью, к финишу пришли все. Победителей было несколько по разным номинациям, как любители, так и профессионалы. Но самым сильным и выносливым среди мужчин в категории старше 18 лет стал Михаил Сырков из коллектива «Вершина». Свою дистанцию 3 километра и 400 метров он прошел всего за 16 минут и 14 секунд. А среди женщин лучше стала Алина Цибирова, также из коллектива «Вершина». Свою дистанцию длиной 2 километра и 700 метров она прошла за 16 минут и 55 секунд. София Едакимова, Алена Зуева, «Неделя спорта». Итак, мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сейчас мы будем говорить об зимней универсиаде, которая состоится в этом году в городе Красноярске. Сейчас у меня в студии студентка Института математики и механики Милобачевского, спортсмен года КФУ, спортсмен года Республики Татарстана. Это все в один год, дамы и господа. Также член сборной России по синхронному катанию на коньках Юлия Зобнина. Юля. Здравствуйте. Большое спасибо, что ты пришла. То, что наконец-то в нашу программу начинают ходить люди такой величины. Давай об универсиаде и о таком виде спорта, как синхронное катание на коньках. Вот многие люди не смотрят в основном универсиаду, не понимают, что это за вообще такое мероприятие. Давай сейчас мы нашим зрителям тогда объясним, что такое синхронное катание на коньках. Ну, вообще, когда нас встречают обычные люди, спрашивают, что это такое синхронное фигурное катание. Это как, наверное, это как синхронное плавание, нас спрашивают. И действительно, у нас катается 16 человек вместе. Как правило, есть двое запасных, которые стоят на бортике, за бортиком. Это по регламенту так должно быть. 16 человек, которые катаются вместе, делают... Самое главное, делать все вместе, синхронно, в унисон. Здесь, на самом деле, все зависит друг от дружки. Здесь нужна поддержка друг друга, сила, унисон. А как готова наша сборная? Мы готовы на все 100%. На самом деле, к этой универсиаде мы готовимся так же, как и к остальным стартам. Нисколько не меньше, нисколько отдаем все силы. Мы к ней подходим, наверное, так же. Как сказать? Наверное, это не какой-то особенный для нас старт. Это очередной, очень важный для нас старт, на который в первую очередь надо показать свои чистые прокаты. То есть мы сейчас готовы на все 100%. И для нас самое важное, это не считать какие-то баллы или какие-то места. Конечно же, в глубине души очень хочется и встать на пьедестал, и выиграть универсиаду. Но это все эмоции, это все равно в спорте нельзя идти эмоциями вперед. Поэтому мы думаем лишь о том, как сделать все чисто, как сделать все правильно, технично, эмоционально, чтобы в первую очередь понравиться судьям, чтобы понравиться зрителям, чтобы нас запомнили. Я думаю, поддержка у нас будет там большая. И для нас это самое важное, а судьи уже сами распределят места. Хорошо. Какие планы на универсиаду? Какую планку перед вами поставил тренер? Как сами рассчитываете на свои силы? Мы уверены в себе, уверены в своих силах, уверены в своих программах на то, что мы можем сделать на самом деле очень много, потому что я уже говорила, что мы готовы сейчас на все 100%. Каждый день тренируемся, каждый день по два льда. Конечно, хочется быть на пьедестале. Я думаю, что каждому спортсмену хочется быть на пьедестале. Но об этом стараемся не думать. Самое главное, самое главное, это показать свой максимум. Максимум. Планка у нас очень высокая, у нас очень высокий уровень. И я думаю, если мы его выполним, то все будет хорошо. Вот так вот. Ну и по традиции, как получается, у всех русских, которые представляют нашу страну на международном форуме, обязательно надо будет сказать, ну а потом мы победили испанцев, по сути, да? Друзья, Юлия Зобнина сегодня была у нас в программе. Прекрасная девушка, член сборной России по синхронному катанию на коньках. Юлия, вам и тебе лично огромная удача на этой универсиаде. Друзья, со 2 по 12 марта обязательно наблюдаем за этим международным форумом. Болеем за сборную России, болеем за представителей татарстанской земли. Юлия, еще раз большое спасибо, что ты пришла. Удачи. Обязательно мы с тобой попытаемся связаться во время самой универсиады, чтобы вот прям сразу с пылу жару узнать, что, да и как. Хорошо, спасибо. Болейте за нас. Удачи тебе. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдаст Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Рамп Линсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока.